Новосибирск принимает международный фестиваль памяти дирижера и композитора Валерия Халилова. На сцене зала имени Каца, сменяя друг друга, выступают сразу четыре духовых оркестра. На месте работает наш корреспондент Алексей Кудинов, он на связи со студией. Алексей, добрый вечер, вам слово. Добрый вечер, Иван. Ну, наверное, сначала надо сказать несколько слов о том человеке, которому посвящен вот этот фестиваль, который сейчас идет в Новосибирской филармонии, Валерия Халилова так или иначе видели в работе очень многие россияне, наверное, подавляющее большинство населения страны. Много лет он был главным военным дирижером России. И, соответственно, ни один парад на Красной площади, парад Победы, не обходился без его участия. Кроме того, Валерий Халилов, это замечательный композитор, который много писал и для духовых оркестров, и для симфонических, и для камерных составов, и многие наши новосибирские коллективы играют его музыку. Он был настоящим таким подвижником, он развивал духовую музыку в разных регионах страны, организовывал фестивали, в том числе прямое участие в фестивале «Спасская башня», и делал очень многое для развития музыки вообще, и в частности для духовых оркестров, для военных оркестров, с которыми была связана вся его жизнь. Каких только интересных экспериментов он не делал, и в каких только ролях не выступал, ну, взять, например, его дирижирование оркестром, в котором тысячи больше музыкантов. Конечно, такая работа под силу далеко не каждому дирижеру. Когда тысячу музыкантов один человек не способен всех соединить, то есть у него есть помощники. У каждого коллектива стоит дирижер, военный дирижер с тамбурштоком, то есть и руководит, то есть у него свой участок работы, то есть, а Валерий Михайлович, уже руководя парадом, тысячным оркестром, он уже руководит полностью. То есть, ну, все равно тяжело и практически нереально собрать и одному руководить тысячным оркестром. Это нереально. Валерий Халилов в 16-м году возглавил ансамбль имени Александрова, и, в общем, многие помнят, что произошло дальше. Этот коллектив, ну, примерно половина состава ансамбля погибла во время крушения Ту-154. И среди тех, кто летел в этом самолете, был и руководитель коллектива Валерий Халилов. И в его честь проводится уже второй международный фестиваль. В этом году он стартовал несколько дней назад в Москве, и сейчас концерты фестиваля проходят в 30 с лишним городах России, а также за рубежом, например, Белоруссии, в Японии. В ней везде выступают местные коллективы, это и большие оркестры, это и какие-то детские ансамбли. Ну, вот какие коллективы могут принять участие, есть в этом городе, готовы. Те коллективы и показывают публике их творчество. Но вот объединяет все концерты финальная песня, которую записывают все участники концерта. И эта песня будет звучать с соборным, большим составом оркестров, будет звучать на закрытии фестиваля, которое состоится в конце января, также в Москве. Добавлю, что в Новосибирске четыре коллектива принимают участие, это и военные оркестры, и оркестры колледжа Мурова, филармонические коллективы. Что интересно, программа — это не только марш, не только какая-то патетическая музыка, это и, в общем, такой, скажем так, гражданский репертуар. Те праздничные песни, даже где-то эстрадные, джазовые, которые оркестры исполняют в обычной жизни, ну, просто потому что тот же самый военный оркестр, он играет не только марши, но и играет и на танцах, и в парках, и на праздниках. Ну, более подробно я буду рассказывать об этом фестивале уже завтра в наших выпусках, а пока мы, наверное, вернемся в зал Амминикации, в большой зал, который сейчас вынимает звуком одного из оркестров. Студия. Да, спасибо. Алексей Кудинов о Международном фестивале памяти Валерия Халилова.